Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье Кабе, которой очень хочется на заслуженный отдых. Да, из последних двух стримов стало понятно, что Донье уже все насточертело. Донье хочется просто лечь, полежать, отдохнуть. Но молодой муж не дает ей расслабиться. Молодой муж, как бабуин, гоняется за нею, загоняет ее в койку и доставляет ей женское удовольствие по пять-шесть раз в день. А Донье хотелось бы просто лечь, расслабиться, посмотреть телевизор. Ну, обнимашки, целовашки, это понятно. Но молодому мужу нужно больше. Он гоняется за нею, не дает Донье расслабиться, не дает Донье отдохнуть. Не случайно Донья разгуливает по апарт-отелю, в чем мать родила, в костюме Евы. Потому что, знаете, в определенном возрасте, особенно когда не согнуться, не разогнуться, очень сложно все время одеваться, раздеваться за молодым мужем не успеешь. Поэтому Донья, плюнув, решила ходить по апарт-отелю голые, чтобы в случае чего всегда быть готовой к труду и обороне, если вдруг селимошка опять встрепенется и опять захочет доставить своей женщине, своей законной жене женское удовольствие. Вот такие утехи у наших молодых. Несмотря на то, что, как выяснилось Донье, это давно уже все не нужно. Ей хочется просто полежать отдохнуть. Ну, какой кекс, когда все болит, когда ты разваливаешься, когда ты бьешься в вагонии, которую селимон воспринимает, видимо, за оргазм. Как вот быть в такой ситуации? А ему надо? Он за тобой гоняется, он загоняет тебя в койку, он бежит за тобой, потрясая своими звонкими бубенцами. И Донья вынуждена сдаться, Донья вынуждена согласиться на очередной сеанс любви на очередной сеанс любовных утех. И Донья об этом рассказывает с гордостью. Мол, смотрите, какая я. Я еще ого-го. Молодой мужчина, мой молодой муж, не может совладать с собою. При виде меня у него все просыпается, у него все пробуждается, и он не может от меня оторваться. Так что в свои 60 Донья еще ого-го. Донья фору даст любой молодухе. И, кстати говоря, Селимон поддержал Донью в дуэли с Мариной Новой. Посмотрев на Марину Новой, он сказал, ну что ты так убиваешься из-за этой Новой? Посмотри на нее, у нее черное сердце. Твое сердце в тысячи и тысячи раз больше вот этих вот всех никчемных Нов. Ну, это образно выражаясь. В общем, короче говоря, не переживай. Ты на голову выше всех этих твоих соперниц. И Донья даже зачитывала какие-то сообщения от Селимона. Вот смотрите, слова поддержки. Но и это еще не все. Вот вы говорите, Селимон скупой, Селимон жадный, Селимон жигала, Селимон альфонс. А Селимон, между прочим, поддержит Донью материально. Да, Донья будет после операции лежать, Донья будет без движения, Донья не сможет толком работать на Ютубе. Поэтому Селимон согласился прислать Донье некую сумму денег. Какую сумму он пришлет, мы не знаем. Подписчики надеялись, что хотя бы тысячонку Селимон подбросит. Ну, какая тысячонка, говорит Донья. Хотя бы пару сотен, наверное, Селимон пришлет. Но это тоже помощь. Это уже продукты питания. Донья отказалась уже давно от цветов. На переднем плане сухоцветы. В общем, короче говоря, Донья сейчас на всем экономит, и Селимон Донью поддержит. Настоящий муж. Но в то же время Донья подчеркнула, что любовь ее к Селимону – это не та любовь, которую показывают в сериалах, которая описана в романах 19 века. Нет. Любят они с Селимоном, конечно, друг друга по-настоящему, но это не любовь, которую можно было бы, например, сравнить с лебединной любовью, с лебединной верностью, когда один партнер исчезает, другой тоже чахнет. Нет. Тут, конечно, не то. Потому что, само собой, разумеется, что если вдруг молодым не одобрят визу в США, то есть Селимону не одобрят визу супруга в США, скорее всего, они расстанутся. Скорее всего, они расстанутся, потому что Селимон, скорее всего, не будет бороться. У него опустятся руки. Донья – борец. Она бы тут же сразу стала бы узнавать, наводить справки по поводу того, какие есть еще возможности, как можно было бы, например, зацепиться за Европу, вцепившись мертвой хваткой. Не случайно она в свое время очень часто ездила на Тенериф и там задавала вопросы местным кубинцам, спрашивала, как они зацепились, как они остались, сколько они зарабатывают, работая как раз-таки шоферами и водителями. Но Селимон не такой. Если ему сказали нет, у него сразу опускаются руки. Ему уже не хочется бороться, а Донья – борец. И вы знаете, говорит Донья, Селимон даже уже согласен на Турцию. Проблема просто в том, что Донья не согласна на Турцию. И Турция – не ее страна. Она там не сможет водить машину. Это первое. Во-вторых, Донья не сможет там себя содержать, а уж содержать двух аглоедов. Это вообще очень сложно. Поесть и Донья, и Селимон очень любят, но Донья не потянет до во рта. Плюс Донье нужно выплачивать квартиру в Америке. Донья мечтает все-таки выплатить, расплатиться сродни, чтобы хоть что-то на старости лет у нее было. Тогда уже она эту квартиру продаст и рванет куда-нибудь подальше из этой ненавистной Флориды, где против нее все ополчились. Ну, вот пока такие не особо радужные перспективы. Одна надежда на визу в Соединенные Штаты Америки. Если визу не одобрят, то это уже, конечно, совсем другая история. Это уже совсем другая песня. Что будут делать наши молодые? Мы не знаем, но Донья вот как раз-таки откровенно нам сказала, что скорее всего это будет разрыв, потому что других вариантов нет. Ну, поживем, увидим, как говорится. А пока что шоу продолжается. С Селимоном они на постоянной основе общаются. Селимон ее всячески поддерживает, и Донья все еще считает себя замужней женщиной с перспективами. Ну, какие перспективы на ближайшее будущее? В первую очередь, это, конечно же, операция. Третьего числа Донья идет к врачу, будут сделаны анализы, анализ крови и так далее. Если все там нормально, то Донья в середине июля уже пойдет на операцию. То есть процесс пошел. Как там Донья будет расплачиваться, мы не знаем. По частям, скорее всего. Но главное, что процесс пошел. Четвертого числа, на праздник, я так понимаю, Донья поедет в гости к подруге. Останется там с ночевкой. И вполне возможно, что проведет оттуда из дома подруги прямой эфир, а может быть даже два или три прямых эфира. Так что, затаив дыхание, мы будем с нетерпением ждать четвертого числа. Ну, а то, что касается прямых совместных эфиров, то нас сегодня с вами ждет очередной совместный эфир. Я не думаю, что это будет какая-то интеллектуальная дуэль, просто совместный прямой эфир. Нет, не с Мариной Новой, до Марины Новой Донья дотянуться не смогла, достучаться не смогла. Донья с радостью провела бы повторный прямой эфир и с Мариной, и с Забазновым, но Забазнов молчит, и даже с Лорой USA дальнобой. Договаривайтесь, договаривайтесь, говорит Донья. Я с любым проведу прямой эфир. Тем более, что Лора USA дальнобой, она ведь не такая ужасная. Она очень добрая внутри, говорит Донья, когда я с ней в свое время повстречалась. Я восприняла Лору USA как ранимое существо. Она такая добрая, она такая хорошая, говорит Донья Кабы. Ранимая, ранимая душа. Это у нее просто образ такой, такой имидж. Гром бабы, грозная такая женщина, громогласная. Но это жизнь ее заставила стать такой. Панцирь нарос. А Донья на прямом эфире, смогла бы достучаться до той ранимой женщины, которая прячется за этим панцирем. Но, к сожалению, я так понимаю, Лора USA дальнобой тоже пока не готова выходить на совместный прямой эфир с Доньей Кабы. Донья пыталась достучаться до Марины Новы. Они ведь общаются еще и помимо Ютуба. У них какое-то там общение закулисное. И Донья пыталась достучаться до Марины. Мол, тебе же нужны деньги. Сейчас мы еще поговорим про этот Убер. Донья поддержала Марину с Убером. Но первое, это тебе нужны деньги. Второе, Донья послала Марине Нове сообщение от своей дочери. Вернее, как дочь прислала текстовое сообщение Донье Кабы. В этом сообщении дочь Донье признается матери в любви. Мама, я люблю тебя. Ты самая лучшая мать на земле. Ну, что-то в этом духе, короче говоря. И Донья с радостью сразу же послала это сообщение Марине Нове, чтобы доказать той, что дочь ее любит. Потому что Марина на совместном прямом эфире посмела намекнуть на то, что Донье дочь безразлична. И Донья не могла этого пережить, не могла успокоиться и каким-то образом сподвигла дочь на то, чтобы та прислала ей сообщение. И Донья тут же переслала это сообщение Марине Нове. Вот, пожалуйста, доказательство. Дочь меня любит. Дочь меня обожает. Дочь во мне души не чает. Ну, как я уже сказал, Донья поддержала Марину Нову с Убером, потому что на Марину бросили очередной страйк, еще один страйк, и она вылетит с этого Убера как пуля и потеряет работу. Донья поддержала Марину, потому что Донья прекрасно Марину понимает. Донья уже прошла этот путь. Донью забанили на Убере как шофера. Донья вылетела из Убера, не успев начать на нем работать. И, конечно же, виною всему клиенты. Пассажиры, которые почему-то Донью не взлюбили. И речь тут идет о конкретных пассажирах, о конкретных клиентах. Донья их на всю жизнь запомнила. Во-первых, это вонючие женщины, от которых разила мочой, от которых разила спиртом, то есть алкоголем, и от которых разила сигаретами. Донья, задыхаясь, вела Убер. Поскольку она дышать не могла, она проехала на красный свет или не туда завернула. В общем, короче, девушки на нее пожаловались. Пассажирки на нее пожаловались, а Донью кинули страйк. Была еще одна латиноамериканка, которая тоже почему-то не взлюбила Донью. Казалось бы, латиноамериканка, родная душа. Нет, латиноамериканка тоже бросила на нее страйк. Потом мистер Джон, который сел, и Донья просто спросила, вы Джон? И ему не понравилась эта фамильярность. И он начал на нее орать. Вы иностранцы! Вы не можете пользоваться картами! Донья опять куда-то не туда зарулила. В общем, короче, на Донью снова бросили страйк, и Донья пулей вылетела с этого Убера. Хотя вот я сейчас припоминаю, в свое время Донья нам рассказывала немножко про других пассажиров. Я помню, Донья очень разозлилась на пассажира в перьях. Голый мужчина в перьях, в блесках, в макияже. Возвращаясь с какого-то парада, уселся в стрингах голой жопой на кожаное сиденье ее новой машинки. И Донье это не понравилось. И Донья сделала замечание и тоже получила в ответ страйк. Ну, в общем, короче говоря, я так понимаю, что Донья на ходу придумывает истории про пассажиров так же, как она в свое время придумывала истории про учеников в школах, в которых она якобы работала. Это вот то, что касается несостоявшегося совместного прямого эфира, повторного с Мариной Новой. Зато сегодня нас с вами ожидает, я так понимаю, очередное незабываемое зрелище. Совместный прямой эфир со Светланой Санни Герл. Пользовательница Ютуба, тоже блогер, все-таки сподвигла Донью на совместный прямой эфир. Донье выбирать не приходится, потому что без совместных эфиров на канале у Доньи КБ Тухляк. Говорить не о чем. Ну, и доходы соответствующие. А прямой эфир – это все-таки денежка, какая-никакая. Ну, капы. Да, потом долго разбираются, кому сколько положено, и кому присылались донаты, и в какой валюте, и как это все рассчитывать, и как это все вычитать и складывать. Но Донья, тем не менее, поняла, что совместные прямые эфиры – это, конечно, правильный путь. Посмотрим, что там сегодня будет. Ну, а на предпоследнем стриме Донья рвала и металл. Донья грозилась. В частности, в виртуальной перепалке с Виолеттой Донья сказала, мол, Виолетта, если вы не прекратите, я вообще перестану выходить на прямые эфиры, а буду клепать видео про певцов российской эстрады, как я вот выпустила перед этим видео про певца. Вот и буду выпускать такие видео. Вам это понравится? Нет? Тогда молчите. Тогда слушайте и задавайте конкретные, корректные вопросы. Вот так вот. Ну, а в целом у Донья вроде бы все нормально, все стабильно. У Селимона там было какое-то барбекю семейное, и Донья, проснувшись, решила послать Селимону селфи. Ну, чтобы хоть виртуально, но все-таки отметиться на этом семейном мероприятии, потому что Донья вроде как теперь является, по крайней мере, по документам членом этой турецкой семьи. Так вот, Донья послала селфи, но, к великому удивлению Донья, Селим не отреагировал на это селфи. Донья еще раз взглянула на фотографию и поняла, что, конечно же, она очень плохо выглядит на этой фотографии, поэтому она выползла из койки, намарафитилась, накрасила губы и снова послала селфи. И тут Селимон уже отреагировал и написал ей, что она красавица, что глаз отвести невозможно, и прислал ей виртуальные розочки. Вот так вот наши молодые проводят совместное время. 24 часа в сутки на связи, говорит Донья. Все это, историю про селфи, про макияж, про барбекю Донья рассказала в связи с фильтрами. Донью подозревают в том, что она во время прямых эфиров накладывает какие-то чудодейственные фильтры, которые позволяют ей выглядеть моложе, свежее, с румянцем на щеках и так далее. Донья опровергает этот наговор и утверждает, что она просто накладывает легкий макияж, пудру и так далее. И вот вам, пожалуйста, красотка, глаз не оторвать. Ну вот, в принципе, все, что у меня было по Донье КБ на сегодня. Посмотрим, что там будет сегодня на совместном прямом эфире. А если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя, ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.